Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 6 января По одному из календарей славяне празднуют водосвятие – Ярдана По народному месяцу слову – рождественский сочельник – Кутейник 6 января – на вечере Рождества Христова Канун праздника в просторечии называется Сочельником или Сочевником Это название происходит от особого кушания из пшеницы, орехов и меда – Сочева Впрочем, к ужину приступали только ночью, с восходом первой звезды До этого момента нужно было поститься Поздним вечером за столом собиралась вся семья, начиналась вечеря Обычно застолье проходило в родительском доме К этому времени все члены семьи одевались по праздничному и собирались вместе Стол был накрыт белоснежной скатертью и заставлен традиционными блюдами Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном Украшали и деревья в садах Обвязывали стволы соломой Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти Вечером перед тем, как сесть за стол, на котором главным яством была медовая кутья Сочева Селяне всей семьей выходили во двор, глядеть звезды Перед трапезой хозяин брал в руки горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг избы Возвратившись, несколько ложек кутьи оставлял на дворе, угощая духов И, широко открыв дверь, приглашал на кутью мороз и просил его не нападать весной на жито, пшеницу и всякую пашницу То есть не губить посевы Ели кутью из общей чашки В недоеденной кутье оставляли ложки, символически, бедным странникам В канун Рождества на Руси соблюдали обычай калядования Парни и девушки ходили по домам, распевая песни каляды и выпрашивая у хозяев угощения и деньги Каляда у славян – воплощение новогоднего цикла Одной из характернейших черт святок является ряженье Одевание тулупов шерстью вверх, ношение звериных масок и шумные карнавальные пляски в домах и на улицах Рядились в медведя, коня, быка, козу, гуся, журавля Неотъемлемым атрибутом празднования является звезда на шесте Как символ Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа Но эта звезда появилась позже, после того, как вместо чествования каляды, где символом были солнце и огонь Было введено празднование Рождества Христова Калядующих везде встречали радушно Это было залогом того, что будущий год станет удачлив Девицы в сочельник гадали Откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет Еще одна примета действовала для всех Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане, здоровья сто крат прибавится Танцевать и играть на свежем воздухе в рождественский сочельник, особенно вокруг елки, считалось хорошим обычаем Предотвращающим неудачи и болезни в течение следующих 12 месяцев Но сочельник считался прежде всего семейным ужином, когда в доме царили мир, покой и согласие, а все горести и печали предавались забвению На этот день в народе существовали и другие приметы Например, нельзя было уходить из дома, иначе скотина по весне будет плутать по лесам Говорили также, на святой вечер ткать несчастью угождать По многим признакам судили о будущем урожае и благополучии в хозяйстве, а потому примечали Метель на Рождество, пчелы будут хорошо роиться Погода ясная и небо звездисто, урожаю гороха На Рождество капель не уродится ни огурцов, ни проса, а гречиха хороша будет Звездная ночь сулила большой приплод скота, а в лесу обилие ягод А по одному из календарей славяне празднуют водосвятие Ярдана Накануне водосвятия нужно пребывать в строгом посте и воздержании, готовится кутья В этот период солнце находится ближе всего к земле и начинает яриться, наполняться молодой силой В этот момент оно влияет на воду, дану, наполняя ее божественной силой Посему водосвятие еще называют Ярдана Утром люди идут к водоемам, чтобы запастись на весь год святой водой, владеющей в это время чудодейственной целебной силой На реке или на пруду выпиливают изо льда равносторонний крест или круг прорубь, который символизирует солнце Рядом с прорубью стоит престол изо льда, обвитый сосновыми ветвями, так называемые небесные врата Из храма, где проходило богослужение, люди несут хоругви, флаги После службы на реке выпускают голубей, которых принесли с собой Славят Дану, богиню воды Дана, мать водица, изначальная вода В Яве проявляется всеми водоемами и реками, женское начало мира Затем волхвы и жрецы освещают ярданскую воду Ее люди набирают из проруби осторожно, чтобы не упасть Набрав освещенной воды, здесь же умывают глаза, чтобы хорошо видели Уши, чтобы хорошо слышали Лоб, чтобы мудрой была голова А дома обтирают водой тело, чтобы здоровым было Смельчаки купаются в проруби, зная, что целый год будут здоровы и благословенны Воду, набранную на водосвятие, употребляют при разнообразных болезнях Омывают больные места, окропляют дома и хозяйство У каждого на протяжении года под образами должна была обязательно стоять бутылка с освещенной водой Которая может храниться целый год, не портясь Перед тем, как нырнуть в прорубь, читается молитва «Путь веры Веды православной» Верую во Всевышнего рода, единого и многоликого Бога Источника всего сущего и несущего, что всем Богам кладезь вечный Ведую, что Вселенная есть род, и все многоименные Боги объединены в нем Верую в триединство бытия праве, яви и нави И что правь есть истина, и пересказана она Отцам, праотцами нашими Ведую, что правь с нами, и нави не боимся, ибо навь не имеет силы против нас Верую в единство с родными Богами, ведь даже Божьи внуки мы, любимцы богов И боги держат десницы свои на ралах наших Ведую, что жизнь в великом роде вечно, и должны заботиться о вечном, идя стезей праве Верую в силу и мудрость предков, которые рождаются среди нас, ведя нас к благу через проводников наших Ведую, что сила в единстве родов славяно-арийских, и что станем славными в славе родных богов Слава роду Всевышнему, богам и предкам нашим! Братья-месяцы